Всем доброго дня. Меня зовут Сергей. Как всегда заказывается моя жена Нина. Мы будем делать форельку и шампурах. Форелька рыба тут довольно-таки необычная в Германии водится. Она только водится в практически чистых горных ручьях. Можно тоже в чистой воде даже разводят. Но в загрязнённой не водится. Чем она хороша? Тем, что очень вкусная. Но мы её ещё сделаем вкуснее. У меня рецепт довольно-таки будет простой. Пять штук. Конечно, само разумеется укропчик. Два помидорки. Лимончик. Тут у меня это перец для штейка. Тут тоже кое-какие примеси есть. Вот это луковый сок. С трёх луковиц сделаю. Это мёд и соль само разумеется. Ну что ж, сначала приступаем. Всё, хорошенько просолить надо. Надо не забывать, что будет жидкость находиться. Но само разумеется, всё это выйдет. Раз, два. И теперь этим. Сейчас я там присыплю. Практически не нужна. Заранее закладываем. Можно даже не больше ложить. На большом горшке у меня не уросло. Аккуратно выложили. Красиво смотрится. Потребуется чашка. Можно, если вы грылить, сразу собрались, да, можно сразу это сделать. Но мы грылить будем завтра. Хотим, чтобы хорошенько оно всё просолилось, промариновалось. Чем под неё чашку улазить, тем лучше. Чем поднимать, тем лучше. А у нас тут рыбки мало. А у нас тут рыбки мало. Так. Лимон чуть-чуть промьём. Чтоб сока побольше дал. Кстати, томат с рыбой тоже хорошо сочетается. Но это, разумеется, можно к рыбе положить, а может пойдёт холодильник. Так. Большой красный паслен по чиколи. Да, это томат относится к семейству паслёров, кто не знает. Красная смесь получилась. Кто заболел, бегом сюда. Сейчас будем чайные ложечки поить. Как всегда, чуть под томату сюда запихнём. Всё равно при жарке, да, я всё это всё доставлю отсюда. Потому что вам, в принципе, нужно только для вкуса. Большая ягода паслёвна красного. Я нёмцам как-то рассказал, что это ближайший родственник паслёвна. Не поверили, пока весь этот интернет не перерыли. Ха-ха-ха. Так. Красиво смотрим всё. Чуть вовнутрь. Так. Время от времени надо будет переворачивать, да, их так на бок, так переворачивать. Короче, чтобы они всё время в рассоле одной части находились. Но я, к сожалению, маловато около сока получилось. Но и этого хватит. Ну что ж, увидимся завтра. Так. Рыба нежная. Рыба нежная. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Маленькая шайба, чтобы копчение запахло. Вот так. Можно больше накидать. Так, как птица потихоньку пошла. Чуть-чуть в сторону. Ты в сторону, а не я. Да, покричи ты мне тоже сюда попадешь. Вот так. Вот так небольшим дымом можно немножко подкопченную получить копченым вкусом. Рыбе много не надо для горячего копчения. Рыба практически уже почти готова. Вот так. Она готовится быстро вообще. Особенно такая. Горит. Как видите, какая жирная рыба. Еще и не просто пожарить. Огонь не сильный. Она уже готова. Давно уже готова. Так, вот так красиво. Она助клась уmême. Что происходит? Как видите, рыба очень нежная, но подкопить смог. Некоторые, да, хорошо-хорошо поджаренные, но это для меня, люблю поджаренную, как следует. Так, это была форель, как видите, не просто приготовить, она уже на ходу рассыпается, через 10 минут уже готова, особенно такая маленькая форелька, раз-два и готова. И, что я могу еще сказать, на шампурах ее самое выгодно жарить, на прутиках, шампурах, в печке можно под слоем лука, на дно лук ложить и наверх ее, тогда хорошо получается. Сковородки не очень идут, а вот копчено на шампурах, прутиках в сам раз. Ну, это был наш канал Тепа ТВ, желаю вам всего хорошего, и до скорых встреч.